Приветствуем вас в церкви Благая Весть Онлайн. В послании к римлянам 4 главе 9 стихе написано Аврааму вера вменилась в праведность. На прошлой неделе мы узнали, что имеем потенциал жить такой же жизнью веры, какой жил Авраам. Для этого есть несколько важных действий, которые мы должны осуществлять. Верить, принимать то, во что мы верим, а также поступать соответственно. Но это еще не все. О способах жить жизнью веры сегодня продолжит проповедовать Кит Батлер. Не пропустите это слово, ведь только в совокупности всех способов наша вера начнет действовать так, как это необходимо. Во время служения вы можете общаться в чате, а если у вас есть личный вопрос, задайте его онлайн-консультанту. Если же вам нужна молитвенная поддержка, мы готовы молиться вместе с вами. Просто нажмите кнопку «Нужна молитва». А сейчас давайте вместе учиться активировать свою веру. А сейчас давайте учиться активировать свою веру. Мы воздаем хвалу Господу Иисусу, который глава нашей жизни. И также хочу сказать, что с огромным уважением отношусь к вашим пасторам, к пастору Рико и Денису. Они замечательные, они удивительно хорошие пасторы. Вы на самом деле благословлены. А в следующем году мы с женой отметим 38-ю годовщину совместной жизни. И моя жена для меня благословение. Хочу сказать спасибо. Пастор Девора. Здесь есть люди, которые готовы принимать Слово. Возьмите соседам за руку. Посмотри в глаза, в прекрасное лицо своего соседа или соседки. И скажи с верой, скажи, как будто ты веришь. Скажи сосед! По имени Иисуса! Давай сегодня верить Богу! Давай верить, что получим хорошее Слово! Слово, которое придет вовремя! Во имя Иисуса! Теперь к другому соседу или соседке. Найдите еще кого-то. Мне говорили, что люди в Москве дружелюбные. Это правда? Скажи сосед! Соседка! Во имя Иисуса! Давай верить Богу сегодня! Давай верить, что придет Божье откровение! Придет Божье понимание! От Духа Святого! Во имя Иисуса! Найди еще кому-нибудь, с кем ты еще не говорил! Рядом! С кем ты еще не говорил! Скажи сосед! В Церкви Благая Весть! Каждый раз, когда мы молимся! Мы верим! Мы принимаем! И мы поступаем соответственно! И мы кричим о своей победе! Мы молились! Мы верили, что получим! А вот теперь время радоваться! И кричать о своей победе! На Иисусе! На Иисусе! Аминь! Аминь! Аллилуйя! Сен-гон, нам! Аллилуйя! Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово! Мы верим, как мы молились! Ты сделаешь, и мы благодарим за то, что Ты просветишь очи сердца нашего! Спасибо за то, что будут Твои откровения, понимания от Тебя! Спасибо за то, что Дух Святой будет течь! И мы воздаем Тебе, и только Тебе! Всю хвалу! Всю честь! И всю славу! Во имя Святого, и Несравненного, и Могущественного! Имени, которое превыше всякого имени! Имени Иисуса Христа из Назарета! Аминь! 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 Праздно! Слава Господу! Пожалуйста, садитесь! И, пожалуйста, откройте Римлянам первую главу! Мы будем читать основное! Семнадцатый стих! Хочу напомнить вам! Что ваш пастор попросил меня приехать и учить о вере! И я вот на этих собраниях, на каждом собрании учу о вере, но что-то новое каждый раз! И для того, чтобы вы получили всю пользу от моего учения, если вы пропустили какие-то собрания, вам обязательно нужно приобрести запись! и послушать! И потом еще книгу мою купите! И прочитайте ее! Потому что нельзя! Нельзя полностью принять веру! Нельзя полностью понять веру! На одном собрании! Если ты был только на одном, до тебя все не дойдет! Надо все записи взять! Но если ты все примешь, твоя вера вырастет сверх меры! Аллелуя! Римлянам первая глава! 17 стих! Главное, основное описание, на котором мы базируемся! В нем открывается правда Божия от веры в веру! Как написано, праведный верою жив будет! Жив будет! Вы знаете, как большинство людей относятся к вере? Большинство людей относятся к вере как к машине скорой помощи! Когда у них большая проблема, нужда, когда им срочно нужно, чтобы что-то произошло, они вызывают скорую помощь, они сразу бегут к вере! И пытаются что-то сразу сделать со своей верой! Как будто вера это машина, как игральный автомат, где ты можешь выиграть! Повезет, не повезет! Нажал кнопку, раз повезло! Нет! Не так вера работает! Вера должна быть образом жизни для тебя! У веры есть свой путь! Вера действует определенным образом! Вера должна действовать в твоей жизни каждый день! Вера слышит! Вера начинает верить! Вера начинает говорить! И вера действует! Если ты соблюдаешь принципы веры, ты живешь соответственно! Ты думаешь соответственно! Ты говоришь соответственно! Ты живешь соответственно! И если ты живешь правильно, Многие люди будут считать тебя странным, потому что люди говорят по-другому. Люди не так думают. Люди не живут так. Но в Писании написано, что праведный должен жить верой. Когда ты живешь верой, когда появляется проблема, твое поведение не изменяется. Тебе не нужно что-то ускоренно начинать делать. Ты не знаешь, ой, что же мне делать сейчас? Ты просто продолжаешь делать, что делал до этого. И ты просто набираешься терпения, потому что ты знаешь, что будет в конце. И тогда ты понимаешь, что проблемы на самом деле нет. Ты не переживаешь. Нет стресса. Потому что твоя жизнь — это жизнь веры. И ты не потеешь. Ты не волнуешься. Ты не паришься, как мы говорим. Да и у сатаны нет места, чтобы пробраться к тебе. Сатана не может найти открытую дверь, через которую он мог бы к тебе пробраться. Большинство верующих не живут верой. Они пытаются ей пользоваться когда появляется проблема. Посмотри на соседа и скажи соседу, сосед мне, пора сделать так, чтобы наша жизнь была жизнью веры, вера была образом жизни. Аминь. Конечно, вера — это перевод греческого слова «пистис». Это означает быть убежденным. Означает, что ты уверен. Это значит, что ты абсолютно убежден. Это значит, что ты поверил. А цель? Цель в Ефесянам 2 главе. Восьмой стих. И много других мест. Аминь. В Ефесянам 2.8 Написано, что вера позволяет нам получить доступ к Божьей благодати. Аминь. Мы спасены благодатью через веру. Слово «через» означает «канал». То есть, вера является дверью через которую мы входим и приходим в Божью благодать. В Писании не написано, что вы спасены верой. В Писании написано, что вы спасены благодатью через этот канал веры. Итак, главная благодать. В Писании написано, что наш Бог — Он Бог всякой благодати. Он восседает на престоле благодати. И Его Слово является словом благодати. Благодать — это благоволение. Это особое отношение Божье к нам. Это Божий дар. Это значит, что Бог Бог с тобой обращается как совершенным человеком, который никогда не грешил. Бог относится к нам как к тем, кто никогда не согрешил. Вера дает нам возможность в это верить. И мы это принимаем. Мы принимаем то, что Бог сказал, что Он уже дал нам. Он на самом деле это нам уже дал. Римлянам 10 глава. Аминь. Римлянам 10. 17 стих. Итак, вера от слышания. Я знаю, что не надо тут предполагать ничего. Ты не подходишь к кому-то и говоришь, ну и что? То есть, ты же прочитал то, что написано до этого. Но мы начнем отсюда, потому что у нас нет времени, чтобы разбирать то, что раньше. Итак, пистис, греческое слово пистис. Доверие, упование, уверенность. Когда ты веришь. Все это приходит, когда ты слышишь и слышишь. Смотрите, написано в оригинале слышишь и слышишь. Слышишь и слышишь. Слышишь Божье Слово. Греческое слово, слово, это слово рэма. А рэма это произнесенное слово. И это слово может прийти к тебе тремя способами. Слово может прийти к тебе через проповедь. Это слово может прийти к тебе, когда ты сам говоришь его вслух. Библия дана не для того, чтобы мы ее читали тихонечко про себя. Библия была дана, чтобы ты читал ее громко вслух. Библию ты должен читать каждый день громко вслух. Вера придет к тебе, когда ты сам себе будешь читать Божье Слово вслух. И третий путь, Господь может лично говорить с тобой. И любое слово, которое Бог скажет тебе, оно принесет с собой веру. Обратите внимание, написано, что вера отслышания. Некоторые люди спрашивали меня, я приехал сюда, и мне здесь задавали вопрос. Меня просили молиться, чтобы у них было больше веры. Я, когда подписывал книги после последнего служения, несколько людей, когда я подписывал книги, попросили меня, чтобы я помолился о том, чтобы у них было больше веры. И я им сказал, не получится, моя молитва не поможет. Потому что вера приходит не через молитвы. Я не могу помолиться о том, чтобы у вас было больше веры. Никто не может так помолиться. Потому что вера приходит не через молитву, чью-то. Уверенность и убеждение не приходят, когда кто-то помолится за вас. Но все это придет, когда ты услышишь историю, Слово Божьего. И чем больше ты слышишь Божье Слово, тем больше веры приходит. Чем больше ты сам исповедуешь, происловишь Слово, тем больше ты веришь. Библия говорит об одной главной вещи. Бог захотел, чтобы у него появилась семья. И Бог все делает для семьи. В Библии говорится о Боге и о том, что Он делает для семьи. Библия говорит о том, каков Бог, о том, как Он думает. Библия говорит о том, как Бог действует. Чем больше ты узнаешь, Чем больше ты узнаешь Библию, тем больше ты понимаешь. И тем легче тебе доверять Богу. И это называется верой. И если за тебя кто-то помолится, вера не придет. Нельзя молиться, чтобы у кого-то было больше веры. Потому что вера приходит, когда ты получаешь информацию. Ты слышишь, и слышишь, и слышишь. Ты слышишь Божье Слово. И это Слово живет и действует вечно. Евреям 11 главу, пожалуйста. Когда откроете 11 главу евреям, скажите «Аминь», чтобы мы знали, что вы открыли. Только трое открыли. Я жду, чтобы все сказали «Аминь». Теперь, пожалуйста, три раза подряд. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вот теперь мы готовы. Евреям лучше 10 главу. Потом мы дойдем до 11 главы. Евреям 10.35 Итак, не оставляйте упования вашего. Вот это слово «упование» описывает очень уверенную речь, когда ты говоришь что-то с уверенностью. Это слово означает, что ты говоришь абсолютно не стыдясь. Он описывает здесь то, что говорят твои уста. Другими словами, будь дерзновен, когда ты говоришь. Важно говорить со смелостью. Ты должен приобрести запись субботнего вчерашнего служения. Я учил о словах вчера. И так он говорит, не оставляй смелых слов, продолжай говорить смело. Потому что будет великое воздаяние, великая награда. Тебе нужно терпение. Терпение нужно вам, чтобы вы, исполнив Божью волю, воля — это значит выбор. После того, как ты сделал то, что Бог хочет, ты после этого получишь то, что было обещано. Терпение нужно тебе, когда ты не видишь еще, как это произошло. Твои слова являются семенем. Все на планете Земля действует в соответствии с тем, что делает семя, время, и потом приходит урожай. Все работает именно так. Вы — результат именно этой схемы. Ваш отец посадил семя, и вы появились благодаря этому семью. Ваш папа посадил семя в вашу маму. И гораздо позже, через девять месяцев был урожай. Посмотри на того, кто рядом, и скажи, ты урожай, хорошо выглядишь. Вся система действует именно так. Вы знаете, что вы всю жизнь собирали урожай, который появился благодаря словам, которые вы посеяли. И состояние, в котором вы находитесь сегодня, является результатом слов, которые вы говорили раньше. Вашей верой. Итак, он пишет, ибо терпение нужно вам. После того, как вы сделали то, что Бог хотел, я покажу Марка 4 глава. Почему он это сказал? Слава Господу! Марка 4 глава. Здесь, в 4 главе Марка, самая важная притча из всех притч, сказанных Иисусом. Иисус сказал в Марка 4 главе, если ты не знаешь и не понимаешь этой притчи, если ты не понял значение этой притчи, как ты поймешь другие притчи? В 13 стихе. В этой притче говорится о Божьем Слове. Иисус сказал, что Божье Слово, как семя, посажено в вас, это вы. И если это семя поливать, в 20 стихе написано, что оно принесет урожай в 30, 60 или во 100 крат. Все это работает. Божье Слово всегда делает то, для чего оно послано, оно обладает силой. И если вы были бы сатаной, вот если бы вы были сатаной, что бы вы постарались сделать? Если это семя не трогать, которое посеяно в людей, то у людей будут постоянные хорошие результаты. Поэтому на месте сатаны вы бы пытались украсть семя, которое посеяно в людей. Марка 4 глава написано, что сатана использует 5 орудий. Первое — это скорби. Давление, которое создается обстоятельствами. Второе — гонение. Гонение — это очень сильное давление. И люди могут все это создавать вокруг вас. И далее Иисус говорил о заботах этого мира. Когда ты настолько занят делами этого мира. Ты переживать начинаешь, настолько занят делами. И следующее — Иисус упомянул обольщение богатством. Сатана пытается сделать так, чтобы мы пытались догнать успех, чтобы мы постоянно пытались стать успешными. И последнее — похоть. И здесь в Писании написано, в 19 стихе, и все это заглушает Слово. И оно бывает без плода. В греческом вот это слово «заглушает» означает просто «задавило». И Слово уже не приносит плод. Сатана не может сделать так, чтобы Слово не действовало. Но Сатана может заставить вас перестать держаться за это Слово. Сатана пытается заставить вас неправильно обращаться со Словом. И он использует пять способов. Сатана хочет, чтобы вы впали в депрессию. Чтобы вы перестали любить. Чтобы вы сосредоточились на неправильных вещах. Чтобы вы стремились к неправильным вещам. И Сатана пытается сделать так, чтобы вы забыли о том, что Бог обеспечивает вас всем, что вам нужно. Мы читаем дальше. В 26 стихе. И так Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. И Иисус говорит, что вот как все работает в Царстве. Человек сажает семя. Спит, встает. Ночью и днем. И семя всходит. И растет, но человек не знает как. Другими словами, ты не понимаешь, как это семя растет. Ты не можешь даже понять, как оно растет. Но тебе и не надо понимать, как оно растет. Главное, чтобы ты посадил семя. И ты сажаешь семена словами, которые ты сам произносишь. Не любое слово, но Божье слово является семенем. Ты должен говорить то, что говорит Бог. Из твоих уст. Должно все это проистекать. Смотрите, написано. Ложится, просыпается. Ложится, просыпается. Ложится, просыпается, ложится, просыпается. И однажды, смотрит, а на поле появляются зеленые ростки. С момента посадки семени, до момента, когда семя прорастает сквозь почву, прорывается, нужно, чтобы было две вещи. Нужно надеяться и быть терпеливым. Надежда — это ожидание. Очень ревностное ожидание. И надежда приходит из того же источника, из которого приходит вера. Надежда приходит из Божьего Слова. Откройте, пожалуйста, Римлянам 8 главу и три раза подряд «Слава Богу!» Вы не такие громкие, как первое служение, как-то вы слабоваты. Ну, три раза громко «Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!» Вот о чем я говорю. Римлянам 8 глава. Двадцать четвертый стих. «Ибо мы спасены в надежде». Спасены означает «избавлены». В надежде. Ожиданием. Аллелуя. «Ибо надежда, когда видит, уже не надежда». «Потому что, когда человек видит, то зачем ему надеяться?» «И мне не нужно надеяться, что я возьму в руки Библию». «Я знаю, что у меня есть в руке Библия». «И мне не нужно надеяться, что она у меня появится». «А кто из вас надеется, что вы когда-то придете в церковь Благая Весть?» «Чтобы услышать, как епископ Батлер проповедует слово». «Поднимите руку, если вы еще надеетесь». «Вы что, не знаете, что вы уже пришли? Чего надеяться?» «Вы уже здесь, и вы слушаете епископа Батлера». «Аминь». 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 «They're hoping they'll be here next service». «They're hoping they'll be here next service». «Ах, ну ладно, выпутались». «Хорошо». «Двадцать пятый стих». «Но когда надеемся того, чего не видим», «тогда ожидаем в терпении». «Аминь». «Терпение означает постоянство». «Когда ты одинаков все время». «Ты не меняешься». «Ты даже сможешь взять» «И продолжать стоять и брать». «Когда мы начали читать то, что написано в Евреи». «Давайте вернемся к Евреям». «Евреям 10 глава». «Халлелуя». «Ну давайте сами можете, конечно». «Мне очень нравится эта церковь». «Евреям 10.37». «После того, как вы сделали то, что хотел Бог, вам нужно терпение». «И вы получите обещанное». «Вы получаете Слово от Бога». «Вы вслух произносите Слово, полученное от Бога». «Вы сажаете семя». «Вложитесь спать, встаете». «Встали». «Легли». «Легли». «Встали». «Слава Богу». «Давайте вместе». «Возьмите руку, поднимите правую щепку». «Лег спать». «Проснулся». «Слава Богу». «Лег спать». «Проснулся». «Прославил Бога». «Лег спать». «Проснулся». «Прославил Бога». «Вы должны вслух говорить Слово». «Вы сажаете семя». «А что делать, вот когда ты уже посеял, поверил, и потом увидел?» «А что делать, пока мы ждем?» «Что мы делаем?» «Лег». «Проснулся». «Прославил Бога». «Что?» «Проснулся». «Прославил Бога». «Мы ложимся спать, просыпаемся и прославляем Бога». «Прославил Бога». «И когда мы славим Бога». «Мы знаем, что получим урожай, поэтому мы заранее славим Бога». «Точно так же, как фермер». «Мы ожидаем твердо». «Нет сомнений». «Нет сомнений, что урожай придет». «Аллилуйя». «Верс 37 стих». «Ибо еще немного». «И грядущий придет». «И не умедлит». «Это Иисус». «Иисус Мессия». «Иисус Мессия». «Тридцать восьмой стих». «Праведной верою жив будет». «Снова». «Вера не должна быть машиной скорой помощи». «Мы должны каждый день жить с верой». «Но если кто поколеблется». «Поколеблется» — это значит отойдет. «Просто испугается». «Господь говорит, не благоволит к нему душа моя». «Другими словами, не доставляют Богу колеблющиеся радости». «Бог Отец, и Он похож на меня». «И знаете, когда мне приятно?» «Мне очень приятно, когда мои дети во мне, как в отце, уверены». «Когда мои дети мной хвалятся, они хвастаются мной, как папой». «Да». «И Бог точно такой же». «Когда Его дети начинают им хвастаться, Богу приятно». «Но когда дети такие, я не знаю, мой небесный папа поможет или нет». «Богу не очень приятно». «Веди себя так, чтобы твоему небесному Отцу было радостно». «Хвастайся их!» «Аллилуйя!» «Тридцать девятый стих». «Но мы же не из колеблющихся на погибель». «Но мы стоим в вере к спасению души». «Душа — это разум воли и эмоции». «Это главное место, где сатана атакует». «Сатана пытается сделать так, чтобы вы были под властью чувств». «Чтобы вы были под властью эмоций». «Вы не должны чувствовать, что Бог вас осуждает». «Не думайте, что ваши эмоции отражают Божьи эмоции». «Вчера вечером, когда у нас была телетрансляция, я сказал». «Я верю в то, что Бог исцеляет, не потому что я видел, как другие люди исцеляются». «Не поэтому я верю». «Я верю, что Бог исцеляет, потому что об этом написано». «И если я даже никогда своими глазами не увижу, как Бог кого-то исцелил», «я все равно буду верить, что Он исцеляет». «Ибо мой отец написал, он сказал». «И он не может врать». «И знаете, когда я это понимаю, я не чувствую давление». «Если я нашел что-то в Божьем Слове, то я могу успокоиться». «Мне не нужно переживать, если это написано». «Мне не нужно волноваться». «Беспокоиться». «Если Он сказал, что я исцелен», «то значит, я исцелен». «Если Он говорит, что я избавлен», «значит, я избавлен». «Если Он сказал, что Он меня обеспечил», «значит, Он меня обеспечил». И мне не нужно волноваться. Я произношу Божье слово. Я говорю то, что говорит мой отец. Я ложусь, просыпаюсь, прославляю Бога. Давайте, давайте, ложусь. Просыпаюсь, прославляю Бога. Ну давайте все! Ложусь, просыпаюсь, прославляю Бога. Вот теперь мы уже говорим о вере, как о образе жизни. Каждый день лег, проснулся. Ты после того, как посеялся. Ты не должен переставать говорить. Ты ложишься спать, просыпаешься, и ты прославляешь Бога. И вот такой человек никогда не впадет в депрессию. У него не будет проблем с рассудком. Он не сойдет с ума. Он будет в порядке. И он всегда будет улыбаться каждый день. И он не будет плохо к чему-то или кому-то относиться. Потому что он ложится спать, просыпается, и каждый день прославляет Бога. И вот это вера, как образ жизни. Это не то, что ты вдруг внезапно начинаешь делать. Потому что проблема какая-то появилась. Если ты будешь так поступать каждый день, когда проблема придет, ничего не изменится в твоем поведении. Ты же уже все правильное делал. И у проблемы нет шансов. И ты просто будешь терпеливо ждать, пока проблема не решится. И ничего не нужно будет делать дополнительно. Тебе не нужны будут дополнительные молитвы. Тебе не нужно ничего делать будет. Потому что не надо относиться к вере, как к машине скорой помощи. Мы, когда с Богом, мы одинаковы. И Бог одинаков вчера, сегодня и вовеки. И мы получаем эти результаты. Победа! 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 Whether we see it now, or don't see it now, we know the outcome. And when you know you win, you got a smile on your face. You got a smile on your face. Go rid of God. Слава Богу! Anybody here that's a winner? The word said you're an overcomer. Слово Божье говорит, что ты победитель. Победитель! И вот победа, которая побеждает мир. Вера наша. Почему? Потому что мы через веру получаем доступ к благодати. А благодать Божья is everything we need. Бог обеспечил и дал нам исцеление, здоровье, избавление, деньги, everything. Аллелуя! Аллелуя! И жизнь превращается в постоянную величину. Большинство верующих сегодня им хорошо, завтра плохо. О, слава Богу! Аллилуйя сегодня! А то к среде уже все плохо. Хорошо, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Нет постоянства. Потому что вера для них не стала образом жизни. Что же мне делать каждый день? Каждый день нужно начинать с того, что ты молишься на языках. Потом читаешь Библию. Ты берешь Слово. Позволяешь Духу Святому показать тебе, что тебе надо прочитать. И потом ты вслух молишься по Божьему Слову. Каждый день. Прими решение, скажи, я принимаю. Я верю в это. И поэтому я сегодня уже прославляю тебя за это, Боже. Потом ты идешь на работу. Потом ты идешь на учебу. Потом ты уже занимаешься детьми. И ты детей учишь делать то же самое. Родители допускают ошибку. Позволяя детям молиться только вечером. Ты же не сделаешь... Ты не должен Бога ставить на последнее место. Ты Бога должен ставить на первое место. Утром. Утром. Делай то, что я говорю. И когда дети пойдут куда-то, дети уже пойдут с правильным отношением. У них будут правильные вещи в голове. Семя посеяна утром должно быть. И дети будут знать, что говорить. И Бог будет действовать в жизни детей в такой день. И это нужно делать каждый день. Каждый день. Каждый день. Если у тебя на что-то не хватает времени, это не страшно. Вот то, о чем я говорю, нужно делать каждый день. Я знаю, что если я не сделаю этого утром, то ничего хорошего в этот день не произойдет. Потом другие дела навалятся. Поэтому я должен правильно начать день. Аминь. Аминь. Read the word out loud. Аминь. Это не просто должен запомнить. И ты не просто должен запомнить. Вот если ты думаешь, что просто достаточно, что ты помнишь Библию, это не достаточно просто помнить Божье слово. Но Proverbs chapter 4 says, в 20 стихе, keep the word in front of your eyes. In other words, you've got to put it in front of your eyes. Amen. And then you must partake of it. By reading it out loud. It's not enough to remember it. The memory of an apple, gives you no nourishment. Only when you eat an apple, знание это другое. Do you get the nourishment? Eat the apple of the word every day. I need three amens. Now turn to Hebrews 11.1. Now faith is. The word now means but. Is faith is the substance. Вера же есть осуществление ожидаемого. Or is the confidence. Of our expectations. В невидимом. В оригинале написано, что вера это твердое вещество. И это знание о том, что произойдет, на что ты надеешься. Our expectation came from the word. И наше ожидание зарождается благодаря Божьему слову. Our faith is the proof. И вера является доказательством. Of what we don't see with our eyes yet. Доказательством того, что мы еще не увидели своими глазами. That's all the proof we need. И нам больше не нужны другие доказательства. How Satan got to Eve, even though God had told her through her husband. What the truth was. Бог донес до Евы истину. Satan challenged it. Но Satan заставил ее усомниться. By first saying God lied. And that God's motives weren't pure. И он сказал Еве, Satan сказал Еве, что у Бога плохие мотивы. But still, nothing happened yet. Until she looked at the tree. And saw it was pleasant to the eyes. And a tree to be desired. To make one wise. And looking at the tree, became the proof to her. Instead of what God said. Are you listening and telling me? So you can't afford to look at the circumstance. Your faith is all the proof you need. And your faith came because you got a word from God. Once again, there's a lot of teaching on faith. That's caused all kind of confusion. People believing for all kinds of things. Not getting responses. I know why. Because what they're believing for they didn't get a word from God for. You need a word from God. You need a word from God. Faith comes by hearing. And hearing the word of God. The word of God is the will of God. It's the will of God. You got to find out what the will of God is. You got to find out what the will of God is. What is before you proceed. Prежде чем что-то делать. Either from the written word. You need to receive the word from the written word. Of course, that's the basis of everything. Of course, that's the basis of everything. Of course, that's the basis of everything. Amen. If the Spirit of God spoke to you. If the Spirit of God spoke to you. If the Holy Ghost spoke to you. If the Holy Ghost spoke to you. He will always agree with what's written. Let's say you're looking for a house. Предположим, вы пытаетесь купить квартиру, жилье. Я уже говорил об этом. You don't just decide to go into a neighborhood because you like it. You like this price level. And you like the way these houses look. You select a house. And then you say, all right, Lord. I'm believing for you to pay for it. Backwards. Proverbs said. You acknowledge Him. In all your ways. And He would direct your path. So you pray. And allow the Holy Spirit. To lead you to the neighborhood. To lead you to the house. He may even lead you to a house. That at first you think you don't like. To you, it might seem ugly. Or you might not even want a house. You want an apartment. Maybe you want an apartment. But God knows all things. He knows what you really need. He knows His plans for you. He knows His plans for you. So He may lead you. And God will lead you. In fact, He will lead you. If you let Him. If you let Him. To what you really need. And what His plans for you are. And what His plans for you are. That's the house you use your faith for. And that's the one you get the miracle with. And that's the one you get the miracle with. And that's the one you'll have supernatural. 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 Whether you have money. And будут ли у тебя деньги. Or don't have money. Or don't have money. You understand? You need a word from God. You need a word from God. And for it to work. It's always tied to a word from God. Все должно быть связано со словом, которое ты получил от Бога. You get a word from God. Ты сначала должен получить слово. By seeking Him. Ты сначала должен искать Бога. And after you get a word from God. И после того, как ты получил слово. Только после этого ты приступаешь к действиям. Ты скажешь, я еще не получил слово. Это значит, что ты должен провести больше времени. в общении с Богом. Until you get one. И ты получишь слово. Будь в общении, пока не получится. Shout three hallelujah. Три раза подряд, hallelujah. And you have four minutes left. Four minutes left. Oh. У вас осталось три минуты. Oh. Sorry. I need some more time. Мне надо еще десять. All right. Ooh, I was just about to get into it. All right. Verse two. Мы только начали. Итак, второй стих. For by faith, the elders obtained a good report. Верую древние получили репутацию, что они заслужили одобрение. Through our trust. Через доверие. Through our confidence. Через уверенность. Through our belief. Через веру. We understand. Мы понимаем. Or we get revelation. Мы получаем откровение. That the worlds were reshaped. Что веки. Что миры устроены Словом Божьим. Другими словами. Когда мы действуем в соответствии с верой. Мы начинаем понимать, как Бог делает то, что Он делает. Как Он действует. Бог будет открывать людям. Людям, которые верят в Него. Как Он делает то, что Он делает. Бог откроет, покажет тебе свои методы. Потому что человеческие мысли ниже Божьих. И человеческие способы и методы ниже Божьих. И если у человека нет веры в Бога. И в Духа Святого. И если он не живет жизнью веры. Бог будет учить. И если человек начнет жить в соответствии с верой. Бог его научит. Бог будет открывать свои секреты. Которые сокрыты от сатаны и от неверующих. Бог все это сокрыл для нас. Чтобы мы получили к этим вещам доступ. Давайте закончим вот этот стих. So that things which are seen were not made of things which do appear. Which verse is that? Verse 3. Третий стих. Верую познаем, что веки или миры устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. 11 глава описывает людей, которые сначала получили Слово от Бога. Они приняли Слово от Бога. И потом они изменили мир. Но все началось со Слово от Бога. И сегодня мое служение. Мое служение это не то, что я придумал и решил сделать. Сначала я получил Слово от Бога. И потом я начал поступать в соответствии с этим Словом. Я начал вслух говорить то, что Бог мне сказал. Я повторял и повторял и повторял. И как я получил Слово? Моя жена может рассказать. У нас есть стол в обеденной комнате. Я каждый день был там. Много часов. Я был молодым служителем. Я только начал. И я достаточно знал. Чтобы я понимал. Я понимал, что я не должен начинать что-то делать, пока не получу Слово от Бога. Сначала я должен был узнать, что Бог хочет от меня. И однажды, когда я был, я забрался под этот стол, и Бог пришел. И Бог показал мне мое служение. Бог сказал мне, что я должен делать. Бог сказал мне, куда идти. Невозможно все это было сделать своими силами. Я не мог своей силой это сделать. Я не мог своей силой все это сделать. Но мне и не нужна была моя сила. Я не своей силой все это должен. Должен делать. Бог дает силу. Свою силу Он посылает. Он посылает благодать. А как все это получить? Ты получаешь, когда веришь в то, что Бог сказал. И я начал поступать в соответствии с полученным Словом. Я начал говорить так, как будто это уже совершилось. Ложился спать, просыпался. Славил Бога. Ложился спать, просыпался. Славил Бога. И Бог сделал все. Бог привел людей. Дал деньги. Сделал так, что появились здания. Бог сделал так, что нас стали показывать по телевизору. Бог сделал все. Я не сам. Я не присваиваю себе славу. Но Он. Все, что Он сделал. Бог просто дал мне свое Слово. И я просто поверил. Говорил. Действовал. И все совершилось. Бог не лицеприятен. У Него нет любимчиков. Если ты будешь общаться с Ним, ты получишь Слово. Ты должен сделать то же самое. И то же самое произойдет в твоей жизни. И это будет не твой ум. Не твое образование. Не потому, что у тебя есть связи. Есть одна связь, самая важная. Он. Халлелуя. Давайте все встанем. Слава Богу. Ммм. Ммм. Халлелуя. Я еще могу вам многое сказать. Я еще могу вам многое сказать. Еще раз. Слава Богу. Спасибо, пасторик. А теперь, в последний раз, громко, слава Господу. Халлелуя. О, мы пролезаем и благодаря. Слава тебе, Господь. Халлелуя. 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 слово. Если мы соблюдаем принципы веры, то мы будем не только жить, но и мыслить в соответствии с ними. Давайте будем применять свою веру. Друзья, если вы пропустили предыдущие части конференции веры с Китом Батлером, смотрите их в разделе проповеди на нашем сайте благая весть онлайн.ру. В воскресенье 24 мая пасторик поделится с нами особенным словом, не пропустите его. Служения пройдут в 10, 16 и 20 часов по московскому времени. Следующая часть конференции веры с Китом Батлером уже через неделю, 27 мая в 20 часов, также по московскому времени. Спасибо, что смотрели нас онлайн. Благословения вам и отличной недели!